Здравствуйте! С праздником вас! День России! Мы решили сегодня, в этот день, вернуться к фильму «Барак», фильму, который снял человек, рожденный в Свердловской области, Валерий Огородников. Его, к сожалению, нет на свете. Этот фильм получил государственную премию в 1999 году. То есть вот все вроде как на тему Ельцин-центра, и Свердловская, и годы ельцинские. Перед фильмом разговор с человеком, которого мне очень бы хотелось объявить как народного артиста России, но это не так. Просто замечательный, популярный артист Евгений Сидихин, лауреат государственной премии РФ России именно за фильм «Барак». Евгений Сидихин. Ну вот мы начали с фрагмента из фильма «Прорва» Ивана Дыховичного. Наверное, это лучший фильм этого режиссера. Мне жалко, что сегодня этот фильм с великолепной. Уте Лемпер, немецкая актриса, такая Грета Гарба, так сказать, рубежа веков 20-21 века. Я где-то читал, Женя, что вы как-то не очень эту работу любили и считали, что, ну, может быть, есть что-то у вас более интересное. Хотя это был почти ваш дебют. Нет, я работу эту очень люблю. Картина очень мне нравится. Это Уте Лемпер, просто божественная актриса. Я счастлив, что с ней оказался в кадре у Вани Дыховичного, у оператора Вадима Ивановича Юсова. Да, тоже великий-великий человек. Великий человек. И большой друг был. В вашем общении, да? В моем общении. Мы долгое время потом еще общались. Вадим Иванович Юсов, это человек, который с Тарковским снимал Андрея Рублева, Солярис и самую первую картину с Бундурчуком он снимал, стейп и, в общем, просто выдающийся великий кинооператор. Ну, у нас есть, прежде всего, возможность услышать вопросы из зала. Это сегодня самое главное. День такого народовластия, можно сказать, народной воли. Поэтому мы ждем ваших вопросов. Евгений, а вы, может быть, скажете тогда несколько слов о том, вот ваше общение с Уралом, ну, с регионом, с городом, с Уралом в широком смысле. Вы же питерец, вы же человек, как говорится, из столичных кровей. Вот как в вашей жизни возник Урал? Я девушку встретил с Урала. И теперь, когда я встречаю девушек с Урала, я угадываю некоторые схожие черты лица. Мне очень нравятся большие глаза, широко посаженные, легкие скулы. В общем, я шучу, конечно. Нет, действительно так. Вот такая девушка была. У нас самая красивая девушка на курсе училась, она родом из Екатеринбурга, Ира Тычинина. Она по сей день работает в Малом драматическом театре. Мы все мечтали поближе с ней, конечно, познакомиться. Ну вот, первый контакт. Удалось Игорю Чернеевичу первому. А он как, женился на ней? Да, он на ней женился ненадолго. Ну, вообще, Евгений замечательного курса, Льва Абрамовича Додина, где учились, вот уже названы имя Игоря Черневича, еще, наверное, были замечательные люди. Да, были замечательные люди. Здесь в фильме «В барак» играет Леша Девоченко. Ну, великий, уже ушедший от нас, Алексей Девоченко, который... К сожалению. Ну, и я могу всех перечислить. Для меня каждое... Каждое имя. Каждое имя очень важно. Это был у Додина следующий курс после «Братьев и сестер»? Нет. «Братья и сёстры» — это курс был с Кацманом. Да, сами сестерами. А следующий курс с Кацманом — это был курс «Братьев Карамазовых». А это был первый курс Льва Абрамовича Додина, когда он набрал сам, мастером. Без Кацмана. Без кого бы то ни было. Видите, у меня вопросов-то много, но мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, дорогие мои, наши зрители, пожалуйста. Ну, нет вопросов, может, ничего. Мы, в общем, расскажем. Да, можем что-то рассказать. Нет, ну, вот хорошо. Вот Сидихин — это кино, это знают все. Ну, по крайней мере, это первая ассоциация. А я вот хотел бы спросить про какую-то театральную жизнь. Ну, помимо антреприз, который не всегда, ну, скажем так, высокое искусство, да, на фоне того, что был Кацман, ваше первое приглашение в театр, распределение было, как я понял, в театр Ленцовета, да? Нет. Лев Абрамович нам так сказал. Либо я беру весь курс к себе в театр, малый драматический, а если кто-то не идет, то я начинаю выбирать. Ко мне позвонил Леша Девоченко и сказал, Женя, ты идешь? Я говорю, ну, Леша, а ты? В результате мы не пошли. Мы не пошли, и к нам весь костяк творческий, как я считаю, курсы не пошел. Мы решили прогрессировать самостоятельно дальше. Я для себя определил, что такой силы мастер, такой силы учитель, он нужен как учитель. А научить тебя никто не сможет. Ты должен идти сам и учиться дальше. Потому что разного рода есть картины. Привлекательные, менее привлекательные. И, в общем, я принял такое решение. В результате, не только я, но в результате кто-то пострадал, кого-то уже Лев Абрамович не взял. Ну, он не обиделся. Кто? Дудин. Дудин? Ну, он пробовал объяснить, что мне будет трудно в других стенах каких-то. Что я воспитан, четыре года воспитывался для того, чтобы быть в этих стенах. Но я для себя уже решил. Был выбор или было желание... Нет, выбора не было. Я просто пошел через дорогу в Театр Ленцовета, обратился к Игорю Петровичу Владимирову. Говорю, я вот хочу попробовать у вас поработать в театре. Он говорит, ну, давай, поработай. Показал ему отрывок. То есть хотелось какой-то свободы, да? Да. Вот мы здесь делаем паузу, потому что я вижу, здесь уже есть вопрос. Вот вы в своей картине, которую мы будем сейчас посмотреть, играете, такого красавца, бабника, богатыря, можно сказать, да? И любите одновременно двух женщин, да? Сколько я понимаю. Вот расскажите о своем герое в контексте и через призму вот этой любви, которая в картине, безусловно, есть. Как вы его чувствуете? Ну, расскажите, что вы про этого героя знаете, хотите рассказать? Чего не знаем мы. Чего не знаем мы, да. Ну, я все-таки надеюсь, что я что-то знаю, чего не знаете вы. Но дело в том, что я не знаю, что знаете вы. Мне кажется, что мой герой обладал какой-то такой силой, которая не физическая сила. Вот там есть сцена, она для меня очень важна и показательна. Я бы пересмотрел картину только ради этой сцены даже. Хотя вчера я послушал финальную песню и обалдел. Я забыл про эту финальную песню, забыл про женщину, которая поет. Это тетя Огородникова Валеры. Да. Вот эта сцена, где случилась истерика с ленинградкой, с девочкой, и где я ее по просьбе Валеры как раз собираю, как бы такой крест сначала, а потом собираю в охапку. И, ну, как бы прижимаю и защищаю. И мне показалось, что там было какое-то в результате вот этого нашего компанийского поиска, в результате возникла какая-то сила, которая вообще присуща нашему народу, мужскому населению. Я не шучу. Это действительно сильная вещь, которая редко когда проявляется. Но она есть в нас. Ответил? Ну, о фильме много писали, да, в свое время, конечно, был очень резонансный. И там есть еще одна сцена, которая тоже, наверное, стала, ну, как бы, символом этой картины. Это когда ваш герой... Утопил туалет в туалете в этом... Кто там говорит? В сортире на улице. Пистолет в туалете. Пистолет в туалете. И когда всем бараком мы спасали... О, здрасте. Ищу вас, ищу вас. И вот только увидел. Когда мы всем бараком этот пистолет спасали, ведь представляете, что такое 53-й год? Черпают бедрами, черпают бедрами. Да, да. И потом достали этот пистолет, и начался невероятный дождь, и начался дикий танец счастья всего барака, единение такое. Я сейчас только что об этом говорил, меня девушка, журналистка спросила, «А вот как вам игралось это?» Ведь такое тяжелое время. 53-й год. А ведь они тогда были счастливы, они любили, они чего-то хотели, они радовались, они строили планы. Это была их жизнь, прежде всего. Жизнь наших родителей. И мой отец по возрасту как раз мой сын в этой картине. И когда я вот фразу Витя Петрова, автора сценария, вспоминал, что мы посвящаем это нашим родителям, а он искренне это, он садкинский сам по рождению. И я тогда не понимал. Только постепенно, постепенно вот стал, может, с возрастом, начал немножко глубже на эти вещи смотреть и почувствовал, что это действительно о наших родителях. Ну, фильм снимался действительно в садке Челябинской области. И для режиссера это было принципиально, да? А как вы съемки вспоминаете? Ведь не так просто такую экспедицию вывести в такую глубинку. Можно я такую легкую смешную зарисовочку расскажу? Вам можно все. У нас снимался Андрес. И так получилось, что он меня, он немец, он меня учил немножко английскому языку, вот так, как он хорошо владел английским, немецким. А он учил русский язык для роли. И я помогал ему с русским, поправлял некоторые падежи, там, окончания. Но нас очень полюбила садкинская милиция. И как-то всем командным составом они нас пригласили с Андресом в баню. И, естественно, там они нам объяснили, что вот урановые родники рядом, что надо пить водку. Мы пили водку. И Андрес беседовал с ними на русском языке. Он очень долго и ответственно отвечал на все их вопросы. А им же интересно, немец живой тут в садке у нас. Вот. Утром похмели, тяжелая голова. Съемок, слава богу, нет. Я спускаюсь, мы жили в Бокал такой. Ну, город Бокал рядом, да. Бокал, там был санаторий. Вот эти крашеные однотонные стены, больничный какой-то вид. И спускаюсь на завтрак, по ступенькам вижу, Андрес сидит и манную кашу размазывает по тарелке в тяжелом состоянии. Я подхожу к нему, и так как заведено у нас, я спрашиваю, усаживаюсь, «How are you, Андрес?» Он смотрит на меня с испугом. Испуг нарастает, нарастает в глазах. И говорит, «Женя, я забыл английский язык». Вот так мы и жили в садке. По-другому там трудно выжить, я так понимаю. Нас встречали в Челябинске. Милиция садкинская предоставляла машину. И уже по дороге мы останавливались около красивых березок. И начиналось гостеприимство. Работы-то давали эти гостеприимные хозяева? Конечно, конечно давали. Конечно давали. Они вообще к этому относились как к проявлению какого-то чуда. Что у них кино снимается. Да, что у них снимается кино. Видимо, у них не было еще такого опыта. Ну и такой звездный состав. Нина Усатова, Леонид Ермольник, Наташа. Егорова. Егорова. Да, да, да. Ну, да. Ну, я думаю, что те, кто сегодня увидит картину впервые, будут действительно впечатлены этим фильмом. Потому что действительно все очень достоверно, все очень приближено. А, к сожалению, мы живем, наша провинция живет всегда в таких условиях, что за 30-40 лет ничего не меняется. Поэтому, в общем, я думаю, вам там художник, постановщик на площадке не очень-то был нужен. Ну, барак настоящий, заподлинный стоял. И каким-то образом попросили просто людей покинуть помещение, приготовили, видимо, на время приготовили для них какое-то другое жилье. Я точно не знаю. А вот вы в это же время перешли уже в БДТ и общались с Ниной Усатовой. И сейчас, наверное, снеги... Ну, может быть, не часто... Я всегда рад ее видеть. Мы встречались недавно на съемочной площадке. Она эту вашу работу вспоминает? Ну, нам она ее вспоминала. Она здесь была не так давно. Вспоминала? Конечно. И Огородникова. А вот и как вы вспоминаете Валеру Огородникова? Ну, у меня сложные чувства. Конечно, я его полюбил, пока мы работали вместе. Он мне стал очень близок, как старший брат. Вот. Но его смерть и те обстоятельства, которые происходили в преддверии его смерти, они, конечно, меня сбили с толку. Я никак не ожидал, что такое может произойти. Да. И что так это быстро, скоропостижно. И более того, перед тем, как умереть, буквально за неделю-полторы он мне звонил, мы разговаривали, и он говорит, ну вот, вот дай 10 тысяч, мне надо закончить картину. Я говорю, Валер, нет, я сам в долгах. Такие обстоятельства случились. Вот я умру, вот ты узнаешь. Он умер. Через полторы недели. Я ничего не узнал, конечно, но для меня это был просто удар. какой-то. Никто же не знал про его диагноз. То есть кто-то знал, может быть, так он сам не знал про этот диагноз. Говоря, это он просто, ну, у меня, Валера родился 1 ноября, мой отец родился 4 ноября. И мой отец, как выпил на кухне, говорит, я вас всех так люблю, вот вы, вот вы не знаете, как я вас люблю, вот я умру, вы узнаете. Вот это свойство, наверное, последних дней солнца в Скорпионе, вот так себя вести, наверное, да. Такого знака. Ну, действительно, он был совершенно одержимой профессией человек, и я учился с ним в одни годы в Авгике, я помню, как он, кстати сказать, на Ленфильме делал свой диплом, я не умею приходить вовремя, и там главную роль играл Александр Сергеевич Зимьяненко, который категорически должен был, как всегда, уйти от Шурика, его этот Шурик все время преследовал, и он там действительно сыграл хорошую драматическую роль, на Валере поставили тройку, хотя он потом оспаривал это, я говорю, Валер, я точно помню, что был скандал из-за того, что тебе поставили тройку, но был действительно великий, великая киностудия Ленфильм, которая всегда подбирала режиссеров вот с такой яркой, но там по формальным каким-то признакам значит, плохой биографии, вот это был такой был Сокуров, отчасти там Балабанов, хотя немножко другая история, тоже, кстати, человек из Екатеринбурга и Свердловска, и вот Валера, который родился в Нижнем Тагиле, который хорошо знал и Урал, и Свердловскую, и Челябинскую область, и снимал артистов отсюда, вот мы вспоминали, в частности, Челябинского актера Юрия Цапника, он снимал в своих первых картинках «Взломщик», например, тоже был довольно известный перестроечный фильм, вот, но ему было довольно сложно, конечно, существовать, потому что Ленфильм был весь в талантах, да, и, конечно, он искал свою какую-то стезю, и, может быть, по-настоящему нашел ее, когда снял фильм «Барак», а потом еще один фильм по сценарию Виктора Петрова «Красное небо, черный снег», вот, и, в общем, вот так вот, даже эта госпремия не защитила его от каких-то сложностей режиссерской карьеры, вот, но мы ждем ваших вопросов, пожалуйста, вот уже. Добрый вечер, Евгений, вопрос будет звучать по поводу другой работы, скажите, пожалуйста, для вас, как для жителя города Санкт-Петербурга, что для вас есть работа в сериале «Бандитский Петербург»? Спасибо. В каком смысле? Что значит для жителя Санкт-Петербурга? Я родился в Санкт-Петербурге, да, я снимался в этой картине, которая, по-моему, так, как могла, отразила время и происходящее в моем городе, потому что действительно кошмар, что творилось. Вот, но мне больше, как жителю Санкт-Петербурга, более импонирует русский транзит даже. Вот он больше такой по характеру своему петербургский сериал, хотя там драки, карате, вроде, но это неважно. В нем его создавал гениальный, на мой взгляд, режиссер Виктор Амроши Титов. И мне безумно повезло, то, что я с ним в начале моего пути встретился. То есть, вот он, как режиссер, да, имел такое для вас важное значение? Он имел такую смелость пустить картину в такой ритм, что она стала какой-то питерской картиной очень. Она, конечно, была снята на... Меня спросили просто, имею ли я право говорить сейчас, меня спросили о Бандитском Петербурге. А я почему-то заговорил о другом сериале. Шикарная картина Бандитский Петербург. Просто великолепная. Шикарная работа. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я так не считаю. Вот так бывает, что для зрителей значима одна картина, а режиссер Гитария Кемина. Так часто бывает, на самом деле вообще в актерской судьбе кажется, сыграл спектакль, ну так здорово, ну потрясающе. А к тебе подходят и говорят, ты что наделал-то? Сегодня было совсем не то. Сегодня просто был ужал. Ты что там кричал? Все. А бывает, приходишь домой и думаешь, господи, только бы никто эту картину сегодня бы на телевизор бы не включал и не смотрел. Там же полный ужас. Вдруг звонят друзья, слушай, Женька, какая отличная работа. Такой успех. Все непредсказуемо, все субъективно. Чтобы про Виктора Титова было все понятно, напомню большинству зрителей, что это режиссер фильма «Здрасте, ваша тетя». «Чудо с косичками». «Чудо с косичками», где Мазуркевич дебютировал. И самое главное, жизнь Клима Самгина. Один из серьезнейших таких сериалов, который может быть сегодня. Сейчас даже нужно смотреть, потому как, какими технологиями, каким творчеством. Это был Виктор Абрусимович, по-моему. Виктор Абрусимович Титов. Пожалуйста, еще ваш вопрос. Добрый вечер, Евгений Владимирович. Вопрос относится к картине «За последней чертой». В этой картине вашим партнером по кадру был певец, композитор и поэт Игорь Тальков. Скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях и воспоминаниях, которые у вас остались о совместной работе в кадре и за кадром. У меня очень хорошее о нем впечатление. Я долгое время не мог понять, почему. Он мне как-то сразу же на душу лег. В первый же съемочный день он подошел ко мне, он хотел играть главную роль, а ему досталась роль вот этого князька бандитов. И он ко мне подошел и говорит так, долго-долго посмотрел на меня и говорит, Женя, я знаю, почему ты должен играть эту роль. Я говорю, почему, Игорь, у тебя глаза грустные. Это было, я был моложе его немного, но даже для меня это было как-то наивно, искренне и очень открыто. И так мы продолжали общаться, когда встречались на площадке. Я ездил к нему домой в Хрущевку, очень тесную. Единственное, что у него была по тем временам вишневая девятка, он ее заработал на концерте, ему подарили. А самое страшное произошло тогда, когда мы снимали его смерть. С тех пор я все время прошу камеру не выключать до того момента, пока она не увидит, что я не умер, что это игра. Он потрясающий. Я в него стрелял с двух стволов, и он потрясающе умирал, он красиво сыграл этот эпизод, очень красиво, мне очень понравилось. И мы после этого сели, так как был мой день рождения, и мы сели, немножко там, пригубили чуть-чуть, он говорит, слушай, а я и в следующем году к тебе на день рождения приеду, потому что я буду в Питере, у меня будет концерт. Я забыл совершенно про этот разговор, у меня были другие события, и я в Театре Ленсовета получил главную роль, я репетировал полные ощущения вот того, что получается же, получается, прихожу домой, и супруга Таня с порога мне говорит, Игорь убит. Я говорю, какой Игорь? Ну на самом деле погибало много парней нашего возраста, если вы помните, время такое было, не очень хорошее. Она говорит, Тальков. И у меня все-все срослось день в день, ровно через год. С 6 октября, когда мы снимали вот эту сцену, где он умирал, с 6 октября в Петербурге вот произошли эти роковые события. Представляете, какой рок? Это говорит о том, что этот человек, конечно, очень непростой, потому что, потому что, для меня он был и остается тонким, ранимым поэтом, художником, вот поэт. Понимаете, для меня много в этом смысле. Если сказать поэт, то уже объяснить все. Спасибо. Это самая первая роль в кино. Да, да, да. А как вообще вот это знакомство с кинематографом произошло? Предложение, кастинг, не знаю, фотоальбом? Что тогда, как это все сопровождалось? Приглашение в кино, почему оно возникло? Не знаю, почему возникают те или иные вещи в нашем. Это же надо создавать целые институты, чтобы исследовать, почему возникают случайности. Все равно мы этого никогда не поймем. Приехала девушка, кастинг-директор, в Петербург и взяла, увезла вот такую стопку в Коле Стамбуле фотографий. А объединение круг настаивало, чтобы роль эту сыграл Цой. А Коля сопротивлялся. И он просто ткнул, увидел мою фотографию свадебную причем. Вот этого тоже пригласи. Настоящая фотография свадебной? Ну, естественно, да. Какие у вас интересные кастинги бывают? Прям настоящая фотография? Такие были фотографии, такие. Я не любитель фотографироваться просто. Вот. То, что она попросила фотографию, я отдал. Ну, вот такая есть, есть такая. Она говорит, вот эту возьму. Отцу это было бы интересно, неизвестно, да? Что? А почему Цой-то вот какая-то? Не знаю. Ну, видимо, они хотели создать такой боевик, такой. Сой против Талькова. Ну, как-то это. Ну, да. Ну, может быть, тогда они не думали о Талькове. Ну, да. Ну, это же все. Ну, все бывает, да? Вот такие удивительные. Мне Коля Стамбула как раз рассказывал. Режиссер фильма. Да, он рассказывал, что были идеи там на круге. Просили, чтобы вот Цой попробовал. А, это круг, это объединение Сергея Соловьева. Да, да. Ну, все. Теперь мы все расшифровали. Хотелось бы задать несколько вопросов. Да, пожалуйста. Евгений, здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Что вы приехали? Значит, первый вопрос. Сколько снимался фильм «Барак» по времени? Второй вопрос. Вот все говорят, вы актер кино, в театре работали, но вы еще являетесь ведущим документальной программы. Как вы оказались там? Что вам дает эта работа? И последний вопрос, который бы я хотела задать, я думаю, многие, наверное, задали бы его вам. В этом году у вас юбилей. Через некоторое время, в октябре. 55 это юбилей? Да, да, ну да, две пятерки. Да. Как вы собираетесь встречать свой юбилей? Какие у вас планы? Ваша семья? Ваши коллеги? Как они будут поздравлять? А вообще, какие у вас планы на себя? Я, конечно, немножко кокетничал, когда спросил 55 это юбилей. Но на самом деле, недавно, буквально 3-4 дня назад, Таня, моя супруга, спросила, как я собираюсь праздновать юбилей. Я на нее посмотрел, так, я не знаю, я не знаю, я не собираюсь праздновать юбилей. Я вообще стараюсь избегать празднования дней рождения. Я вообще не люблю праздновать. Более того, я люблю дарить подарки, если вот получать кайф от дарения подарков, не приурочивая это к какой-то дате. Это спонтанные вещи, они всегда как-то веселее происходят. Вот. А что касается, как долго снимался барак, знаете, независимо от того, сколько времени потребовалось для съемок фильма, того или иного, есть фильмы, которые, они просто, когда начинаешь вспоминать, ты вспоминаешь как целую какую-то параллельную жизнь. Я думаю, что не больше двух месяцев мы просидели там в садке. Я помню, что были проблемы, когда мы прилетали в Уфу, через перевал ехать, когда не было в Челябинске самолета, там была опасность, выпал снег, потому что уже, ну, так, я думаю, что где-то месяца три, наверное, в общей сложности вот вся история была снята. И еще какой-то вопрос по поводу документального цикла. Я имел опыт на НТВ, вел ток-шоу. Это было давно и недолго. Это очень высокая ответственность. Это очень трудно и изнурительно. Как-то полгода мы с Васей Пичелом пытались поднять эту передачу, режиссером этих передач. он был режиссером, он постоянно у меня в ухе сидел. И мы с ним как бы постоянно таким образом общались. Вот. Но это не документально. Это живые люди приходили. Потом я узнал, что там очень часто практикуется подлог, и меня самого обманывали. И я как-то решил от этих дел удалиться. Тем более это не совсем то, чем бы хотелось мне заниматься. Вот, пожалуйста, еще я вижу руку. Будьте добры. Добрый вечер, Евгений Владимирович. Хотела сказать вам, что вы мой любимый актер, и вот самое ценное в ваших фильмах и в вас ваш взгляд. Когда смотришь даже через телевизор, то можно как-то и в будущее попасть, и прошлое увидеть. То есть вы какой-то волшебный человек, да, у вас взгляд очень-очень мое мнение, мое впечатление. Вы знаете, наше мнение совпадает. А мой вопрос к вам. Мне очень интересно узнать про ваше творчество. Что вы планируете, какие у вас есть мечты творческие и вдохновение, в чем вы его черпаете? Вот два вопроса. Вдохновение можно черпать только в общении с людьми, с автором, читая его книгу. Непосредственно с человеком встречаясь и общаясь, ты понимаешь, что вы с ним проходите тот путь, который одному пройти трудно. Но это все редкие вещи и это надо очень ценить. Я никогда не строю каких-то планов таких далеких. Никогда не ставлю перед собой никаких целей особенных. Вот есть у меня цель. Я хочу вот сейчас после Екатеринбурга съездить в Южно-Сахалинск. Меня попросил Сережа Жигунов побыть в жюри, посмотреть фильмы новые. И после этого уйти по Балтике в Стокгольм, Таллинн, Стокгольм, в Избу и вернуться обратно. Вот все планы рассказал. Это морское путешествие? На лодке. На яхте? На лодке, да, парусной. Вот и все. Такое хобби, такая жизнь. Мы сейчас делаем в Москве два спектакля. Один из них точно получится. Я чувствую, что очень талантливая собралась компания. И я занят в этих спектаклях. Надеюсь, мы покажем вам здесь. Будет супер. Я чувствую, что будет очень хорошо. Спасибо. Новый вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Большое спасибо за встречу. Хотела поинтересоваться. У вас был интересный опыт совместной работы с вашей дочерью Полиной в кино. Расскажите, пожалуйста, как вам работалось с дочерью и есть ли у вас дальнейшие совместные планы. И сразу же еще один вопрос. У нас на двоих добрый вечер. А все-таки какая у вас мечта? Кого сыграть еще? Доченька, я с самого начала, когда она у меня родилась, я с самого начала понял, что это необыкновенный ребенок, что она очень талантливая и что это большое счастье выпало мне отцу держать на руках столько любви ко мне обращенной. Я ей горжусь. Я ходил, когда ее взяли в институт, это было смешно, она поступала под другой фамилией, под фамилией, у моей жены другая фамилия. И чтобы никто не догадался, что она Полина Сидихина. А потом мастер уже, когда она шла первым номером, когда понял, что он ее берет, ему шепнули, что это дочка его друга, он сказал, тот-то я смотрю прикус знакомый. Я ходил на все зачеты, на все экзамены. Я гордился, что моя дочь находится в таком талантливом, в такой талантливой компании и удивлялся, что никто этого не замечает, об этом нужно говорить по всему свету, что это выдающиеся ребята, там пять Полин у них на курсе, вот, но оказалось, что это, что я был прав, на базе их курса, именно на базе их курса, из их курса создали в Петербурге театр, самый востребованный театр в Петербурге, самый живой, куда не попасть, куда люди идут по несколько раз, ходят и смотрят эти спектакли. Я поклонник этих ребят, однокурсников моей дочери, и моей дочери в том числе. Сниматься с ней, вот, у вас прозвучит, как вы себя чувствовали, очень тяжело, очень тяжело, потому что любая условность отсекает, она моя дочь, я ее на руках носил, я ничего другого к ней, как бы, испытать не смогу. Мы столько перебрали материала, мы искали пьесу для нас двоих, ну, нашли там, вот, хозяина собака, ну, не то, понимаете, пока ромен гори, мы пробовали обещание на рассвете, оказалось невозможным из-за больших потребностей французских хозяев этого романа, чтобы иметь здесь возможность играть, они слишком задрали планку, мы пока это оставили, она играла мать, она пробовала, как мать, еще не будучи матерью, еще готовясь к этому, а я играл маленького сына вот романа, романа, простите, я забыл второй вопрос, ваш, а, да, не знаю, я, честно говоря, у меня нету такого, чтобы я вот хотел сыграть в Сальери, вот хочу сыграть в Сальери и все, если я хочу сыграть в Сальери, то мой Сальери прочтется в менте, который вот в садке будет, понимаете, тут такая вещь, что мы же живем, мы постоянно меняемся, вокруг все меняется, и упереться во что-то одно, это значит лишить себя очень многого, в смысле роста, личностного такого роста, понимания того, что происходит с тобой, с близкими, с людьми. Евгений, а в институте были роли, которые вот вы любили, которые вам казались очень правильными в начале вашей биографии, то, что вам мастер предлагал, что вы играли в институте? в институте я играл, ну, мы самое хорошее впечатление это от Белова каноны, но мы делали спектакль старик, и мы переиграли все роли, это способ прочтения, погружения по трифону, это способ Додина проникать, когда нету назначения на роли, ты будешь Павел Евграфович, а ты лепешка коровья там бычин, а потом меняетесь, ну, мы пробовали чудно на протяжении года войти в одну только станицу, в одну только сцену, это гражданская война, где изнасилование Аси, помните, да, ну, не важно, вот, год целый мы долбились с этой сценой, и уже выходя на сцену малого драматического с этим спектаклем у нас был только первый акт, второго акта даже не было сделано. А я не помню, такой спектакль разве состоялся? он был студенческим спектаклем, дополненный артистами театра, и он был неподъемно сложный для публики, видимо, потому что мы очень углубились, очень глубоко, мы играли на разных инструментах, духовой оркестр, Кочергин сделал потрясающее оформление спектакля этому, но почему-то он имел жизнь, пока мы были студентами только. Самое великое, что я видел в театре, это, конечно, «Братья и сестры», это незабываемый спектакль, два вечера он шел, в малом драматическом, как бы, своя труппа, дом тоже, потом дом, тоже по Федору Абрамову, конечно, великий Но это способ, Лев Абрамович поехал в Веркалу с курсом, они жили там, они собирали материалы, он с нами для старика, для трифоновского старика, мы поехали на Дон, жили в палатке в станице Старочеркасска и собирали песни казачьи, я до сих пор могу столько песен спеть казачьих. был тот же способ освоения материала, погружение, 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 иначе, это очень хороший, ну, именно студенческий такой способ. А вот как бы получилось, смотрите, значит, вы поступили в Театр музыки и кино, ну, Ленинградский институт, вас забрали в армию, и вы вернулись к Додину? Или как? Ну, получилось так, что я поступил, отучился год, прекрасно, у Додина, или у кого? Владимирова. А, или к Петровича. И должен был по возвращении из армии идти к Петрову или к Малеванной на второй курс. Они меня ждали, но мне сказали, что надо идти к Додину, что это круто, что это пусть даже с первого курса, а тогда максимализм такой, что я все потерял в этой армии, ведь ПФД, память физических действий, петелька, крючочек, это все настолько важно для артиста, я заново оказался в десятке абитуриентов, которые пришли и показывали, кто на что способен. И Додин взял? Додин взял, он позвал меня к себе и спросил, как я себя чувствую. А я, дело в том, что придя, встретил друга и мы выпили. Выпили водки и причем, когда я служил в армии, водки там у нас не было практически, она стоила дорого. Мы там курили. Это где? Это в Афганистане, Афганистан. В Афгане, в Герате. Вот. Вся армия, в общем, там курила и водку мы могли покупать только на Новый год. Ну, совсем праздники. Да, она доставлялась нелегально в колонии и это был большой риск. Вот. Поэтому пить я вообще не знал, что это такое. Разучился. И когда мы выпили, я не почувствовал ничего. Я просто вспомнил, «О, а у меня же сейчас прослушивание. Я побежал. Дима, извини». Прибежал на прослушивание, спел песенку, прочитал Анри Барбюса, дневник взвода. Вот то, что я в армии сам нашел, что мне понравилось, что зацепило. И он меня подозвал, потому что понял, что я немножко не такой, как должен быть. Но при этом, при этом он меня единственного из этого набора взял. мне это, конечно, польстило очень. Так что я поступил в театральный институт два раза. Два раза. Два раза. Понятно. Видите, какая интересная история. Пожалуйста, вопросы. Добрый вечер. Вот, да, видим, видим. В нашей семье вы у нас любимый актер. Спасибо. Мы вашим героям верим. Вы какой-то вот теплый такой, как будто свой, домашний, знакомый, близкий. Вот, поэтому спасибо вам за все ваши роли. С удовольствием посмотрю сейчас. Барак, я его не смотрела. Не смотрели? Нет. А вопрос мой такой. Вот, имея такую фактуру мужскую, хорошую, вы в юности увлекались и боксом, и морем. Почему вдруг так вот, что послужило толчком-то, что вы в актерство пошли? Выбрали эту стезю? Вот это мой первый вопрос. И второй, конечно, об армии немножко вы уже сказали. Я как-то читала о том, что очень тяжело вам было в Тедженте. Теджен. Теджен, да. Есть на свете три дыры. Теджен, Кушка и Мары. Вот, а сколько вы там были? Потом в Афган, сколько вы там были? Поддерживаете ли вы братство афганское? Встречаетесь ли? Вот, и, конечно, большое спасибо за все ваши роли. Немножко хотелось бы о родителях. еще. Вот о родителях. Спасибо. Вы спросили, каким образом вот из, ну, не бокс-борьба, я борьбой занимался, каким образом в артиста пошел. я был жадно влюблен в литературу. Я перечитал все, что меня выгоняли с кухни, я перечитал все, что у нас дома было, и всю фантастику, и французов всех, от Зайля до Мапасана. Вот библиотека не такая уж огромная, но внушительная. И я не мог оторваться от книги. В третьем классе, в четвертом, я уже в четвертом классе пробовал Достоевского. Он меня просто поломал, и у меня был кризис какой-то. Я никуда ничего не хотел. Я начал прогуливать тренировки, я лежал на диване. И прежде всего, занимаясь спортом в дальнейшем, участвую в каких-то мероприятиях, я все время понимал, все время чувствовал, что я не отсюда немножко, что это не совсем мое. И как раз поиск именно моей компании вывел меня в Народный театр в Петербурге. И я попал к очень хорошему учителю, первому своему учителю, это Виктору Владимировичу Иванову. Он мне сказал, что у меня есть фактура какая-то. И он сказал, что мне надо поступать в театральный институт. И более того, он набирал в тот год параллельно с Владимировым, но режиссуру, хотя это разницы не было, и предложил идти к нему без экзаменов. Но я решил попробовать самостоятельно, и поступил к Игорю Петровичу, о чем тоже не жалею нисколько. Моя мама, почему о родителях, она работала в школе, она преподавала русский язык и литературу. И я натыкался постоянно, когда она ушла, я перелистывал книжки и натыкался на выделенные ее рукой, ноготочком. Мама ушла очень рано из жизни, да, вот я, извините, я должен уточнить просто. Совсем сколько вам было? Вот, мне было пять лет. Да, я натыкался на какие-то вещи, которые как послание, как будто она это оставила мне. Нет, она готовилась к экзаменам в университете, там, подчеркивала что-то. Я это все досконально изучил. Я понял, чего она хотела для меня. Отец, ну вот знаете, есть такое понятие, первый парень на деревне. Вот он как раз из Новосибирской области. Он человек невероятных дарований. Вот, у него абсолютный слух. Он сам научился играть на баяне и играл, и пел так, что просто за столом рыдали люди. Это был безумно талантливый человек. Его встретила мама, когда по распределению после университета приехала в Новосибирскую область преподавать. И увезла его оттуда. Я родился уже в Петербурге. Давайте поаплодируем. Прекрасные родители. Наверное, будем потихонечку завершать, но я ведь чувствую, что еще есть желающие что-то спросить. Есть вопрос? Можно уже говорить, да? Да, пожалуйста. Я бы хотела спросить про фильм «Ретро втроем». Там фильм заканчивается, ну непонятно как. Может, вам режиссер рассказал, как дальше сложатся события. Петр Ефимович мне ничего не сказал. Для меня тоже он непонятно заканчивается, как. Но на самом деле я понял его идею. Он... Это вот... Это большое счастье было с ним работать. Огромнейшее счастье было с ним работать да еще в таком... В таком нежном материале. Вот. Я понял его идею так для себя, что жизнь, она всегда имеет несколько вариантов исхода. Так же, как и несколько путей мы постоянно выбираем среди... Как бы... Налево пойдешь, коня потеряешь. Знаете, да? Это из сказок. Направо пойдешь, жену потеряешь. А прямо пойдешь и жену, и коня. Вот. И мы идем каждый, соответственно, своему воспитанию. Там заканчивается фильм на детском плаче. и на переглядке, на переглядке, когда непонятно, чей это ребенок. мне кажется, это очень жизненный. Ну, конечно, мне тоже бы хотелось все узнать, вот как в хорошем сериальчике, чтобы наши победили, и все, и все в порядке. Еще бы знать, кто здесь наш. Ну что, будем завершать. Я тоже хочу в конце задать вопрос про жизнь, потому что иногда говорят, что есть прекрасный артист Сидихин, а есть прекрасный семенин Сидихин. у вас три дочки, и все время женское окружение, и тещу вы любите, даже если хотите тещу называть, и жена прекрасная, всю жизнь вместе, много лет, и, как сказать, ну, не то, что там артист меняет жен, как перчатки, никогда. Вот. И прекрасная женщина, ну, ваша мать, безусловно, вы сказали об этом, и мачеха. Вот как-то вам везло на женщин. Это что, талант встречать такое количество прекрасных женщин? Ну, и мужики нормальные тоже меня окружали все время. Им тоже повезло. Ну, да, у меня два брата были, как бы, сводные, и отец общий, вот, мне повезло с ними, они еще красавцы. А сына, вот хотелось сына, или вот это не является какой-то... чисто, как бы, поступательно, потому что мужик должен сына родить, дерево посадить, и дом построить, да? Вот, я был убежден, что, да, первый должен быть сын, обязательно. Но вот, когда родилась Полина, и я понял, что это такое, девочка, это счастье, я уже больше не хотел сына. я и следующего бы хотел девочку, и следующую девочку. И вот сейчас прошу от них внука. Внука все-таки. Вот на внука хорошо, я согласен. Вы вообще дедушка или нет? Я вообще дедушка уже шесть месяцев. Так, вот, и что? Опять девочка? Стефания. О, какая девочка. У Полины Стефания. Ну, то есть все-таки внучка хотелось бы. Я категорически сказал, не называть меня дедушкой, я для нее Женя, а дедушки не существует, там есть дедушка другой, вот, неважно. И я к ней не подойду, вот, когда она сама научится ходить, тогда и подойдет ко мне. Что-то случилось так на протяжении четырех месяцев, я держался. Сейчас я не могу, я ее беру на руки, зацеловываю, я уже чувствую, что я в нее втырился. Евгений, ну, еще один вопрос. Когда вы станете народным артистом, это ваше нежелание или это плохая работа отдела кадров? Не, ну, вы мне сказали, что вот там прибавка к пенсии идет. Я же не знал об этом, я теперь задумаюсь, хоть теоретически. Ну, это, кстати, в Москве, может быть, там в Питере, то и по-другому. У меня есть в Москве квартира, я пропишусь там. Маленькая, но на пенсию это не влияет. Ну, то есть стимул есть. Есть. Но у нас есть желание, правда ли? Мы все-таки считаем, Евгений Сидихин, новоистину народного артиста в России. Пожалуйста, в День России вашу аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...